Реконструкция главной канализационной артерии города. В Пинске продолжают строительно-монтажные работы коллектора. Он собирает 80-85% стоков со всего города. Заказчик проекта – коммунальное предприятие «Пинскводоканал». Подробности вы узнаете из нашего сюжета. Существующий коллектор построили в 1969 году железобетонных труб. Его нормативный срок, по словам специалистов, давно истек. Главная канализационная артерия находилась в неудовлетворительном состоянии. В 2018 году мы разработали проектную документацию. В 2019 году за счет областного бюджета УПС выступал заказчиком. Стройтрестом номер 2 были начаты работы по перекладке главного канализационного коллектора, начиная с его нижней точки от улицы ИПД и вверх до железнодорожных путей и до территории ЖКХ. Протяженность главного городского коллектора – почти 4 километра. Первую очередь – это около 1 километра. Уже построили и сдали в эксплуатацию. Стоимость работ составляет примерно 4,8 миллионов белорусских рублей. Деньги выделил бюджет. Арую и последующие очереди будут финансировать за счет кредитных средств Международного банка реконструкции и развития. На объекте заняты специалисты из Витебской строительной организации. Им нужно пройти участок от ЖКХ до Рокоссовского, перейти по улице, по территории ДСАВ, выйти на улицу Юную, с Юной перейти на улицу Звездную и далее по Звездной пройдут до Первомайской и далее коллектор идет до Пятого Полесия. Учитывая продолжительный срок эксплуатации трубопровода, его перекладка – важнейший вопрос городской инфраструктуры. При прокладке такого рода сооружения всегда какие-то неудобства существуют и нужно с пониманием отнестись, потому что это те сооружения, которые просто жизненно необходимы для города. Поэтому придется немножко смириться. Работы по реконструкции городского коллектора планируют завершить в этом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова